Уважаемый президент, уважаемые коллеги, практически дебют мой в роли докладчика по столь достаточно для меня сложный, но очень интересный, недавно прикоснулась к данной локализации, поэтому в своих докладах я вдохновлялась и докладами, ну допустим, Романова, Ильи Станиславовича, Раджабовой, Замиры Ахмедовны, Светланы Игоревны Кутуковой. Что бы я хотела вам сказать, как вы думаете, легко ли выделить, кому дать только химию, в чем еще особенность названия доклада, и чтобы еще и сохранить орган, а у этого органа сохранить функцию. Вы знаете, я когда утром шла, вот здесь легко найтись, вот в этой схеме, вот РЭД-11 вы долго искали, а нам предлагается теми глубоко уважаемыми председателями найти способ дать химию, сохранив органы, сохранив ее функцию. И все-таки, если мы зададим вопрос, например, современные подходы, верите ли вы в то, что химиотерапия способна сохранить не только орган, но и его функцию? Это не тот слайд, давайте все-таки к следующему перейдем. Включите, пожалуйста, голосование. Все варианты правильные, вы же понимаете, да, ответов? Да, нет, воздержался, звонок другу-то вполне, у меня вот телефон я с собой взяла, 50 на 50, это я тоже буду этим пытаться заниматься. Помощь зала я на вас очень рассчитываю, даже не буду, и можно ли ответить, я не знаю, смогу ли я вам ответить, уж может быть вы мне сможете по окончанию доклада ответить. Итак, если мы посмотрим, у нас хотят звонить друзьям, не верят в химию, 50 на 50, в том плане, либо химия, либо не химия, панель пропал, и все-таки большая часть зала верит в то, что место химии есть. Хорошо, давайте попробуем посмотреть. Илья Станиславович Романов сказал, что это действительно очень сложно, и выстроить вот эту гармоничную из левой картинки к правой фигуру, когда действительно она мультидисциплинарная команда, так вот каждый винтик на своем месте работает, и вот эта команда, да, мы ее хорошо видим, вот так вот команда. Вы знаете, я являюсь сотрудником комиссии по опухолям головы и шеи, пришла к своей команде и сказала, а вы знаете, а если мы сделаем вот так, у нас все получится. Я говорю, так нам сказал сделать Илья Станиславович. Как вы думаете, что они мне сказали? Так вот, что в прямом, что в переносном смысле построить эту фигуру действительно сложно, чтобы каждый метод в свое время был на своем месте. Почему? Ну, потому что голова и шея, ну, это действительно очень важная часть тела. И действительно, это правда уникальнейший комплекс. И если мы говорим в нем, в одном собрались зрение, речь, функция жевания, глотания, обоняния. Почему это еще важно? Потому что это еще и внешне влияет на личность. Если мы посмотрим, то ведь если мы только избавим от заболевания, это одно, но если мы попробуем сохранить и восстановить качество жизни, вернуть, какое оно было до, наверное, к этому мы будем стремиться. Поэтому задача сохранить не сам только орган, но и функцию. Посмотрим. Вот, например, можем мы сохранить данного пациента. Ну, вроде все так легко, давайте отдадим его хирургу, вот так издалека видно, что все хорошо. Ну, если мы присмотримся, ну, вот так вот открыл рот и вроде уже не так все хорошо, уже вроде как на операцию сразу и не отдашь. Но, если мы продолжим, один цикл химиотерапии, ну, не знаю, раз в 5-10 уменьшается опухоль, может быть такое? Да, может быть, вот где-то здесь есть место химиотерапии. Давайте посмотрим. Ну, вот здесь, наверное, точно нужно взять и отрезать, да? Ну, почему нет? А, нет, подождите, отрезать здесь мы не будем. Знаете почему? А потому что это вообще не опухоль головы шеи, это метастаз в язык опухоли легкого, например. Идем дальше. Давайте посмотрим, вот здесь человеку отрезали. Что с человеком произошло? Давайте посмотрим поближе. Орган, целый орган, да, практически. То есть нет нижней челюсти. К чему мы ведем? Вот смотрите, как вы думаете, зачем я показываю вам эту картинку? Как вы думаете, что это? Это, честно, сама бы не увидела, может быть, бы и не поверила. Но это то, что пытаются сделать, когда орган уже не сохранили. Это вырастить заверного орган, и это челюсть, которую он себе растит. Поэтому, возможно, тема этого доклада стоит, и мы думаем о том, как же исходно попытаться сохранить этот орган, а не выращивать его потом. Итак, давайте посмотрим, действительно, вопросов, к честно, больше, чем ответов на данный момент. Как нам обеспечить этот локальный контроль? Как нам повлиять и на безрецидивную, и на общую выживаемость? Может быть, мы как-то сможем скоррелировать с отдаленными результатами лечения? Важная для нас цель, как минимум сейчас, ее минуту, это понять, можем ли мы выполнить органосохраняющую операцию. И сохранить не только орган, как я говорю, но и функцию. Давайте посмотрим. Есть понятия предоперационные, индукционные, химиотерапия, на самом деле даже в них есть некоторая разница. И если мы посмотрим, здесь немножко съехала в презентации, то мы увидим, что категории для предоперационной выбираются, когда опухоль уже операбельна, и операция будет плановым этапом. Тогда мы хотим его уменьшить, объем опухоли, и привести еще к более комфортной операции. Индукционную же химию воспринимают несколько иначе. Это местно распространенное, то есть на момент обращения может быть даже и неоперабельное. И хирургический этап, он идет как возможный этап. И вот тогда мы должны действительно воздействовать и привести его к операции. Вот они наши рекомендации русско. Если мы посмотрим, вот в этом всем нашем, вот в этом паучке, где же у нас, вот она индукционная химиотерапия. Это действительно небольшое, довольно для ограниченной части пациентов, вариант и способ действий. К нему ведут два по распространенности немножко разных заболевания. Какие? Это либо N+, но при этом резиктабельное, либо наоборот, нерезиктабельное, но T4B, например. И это все, по крайней мере, в наших российских стандартах есть. И они не согласуются немного с другими рекомендациями. Если мы посмотрим дальше, что нам говорит индукционный вариант лечения на данный момент в нашей стране один. Режим называется DCF, TPF, называйте как хотите, но это ДЦТАКСЛ, ЦИСПЛАТИН-5ФТРУРАЦИЛ. И как АОР рекомендация, так и русско говорят нам, что мы должны прибегать к нему. Нету здесь ПФ. То, что мы используем чаще всего, в принципе, не обсуждается в рекомендациях. Давайте посмотрим дальше. Берем американские стандарты, самые гибкие, возможно, самые чувствительные и тонкие. И вы знаете, они нам тоже говорят, пожалуйста, не надо делать ПФ. Сделайте, если уж вы решились на эту индукционную химиотерапию, сделайте ДЦФ, TPF. Итак, почему? Попытаюсь немножко, кратко, в нескольких словах, может быть, чуть больше, показать. Смотрите, есть, например, метаанализ. Пациенты ранее не лечены, получавшие локорегиональное лечение, и была индукционная химиотерапия, или была адеватная терапия, или было сочетанное применение, химиолучевое, соответственно. И вы посмотрите внимательно, вот она, индукционная химиотерапия. Графики даже не стремятся расходиться. То есть вроде как, при влиянии на общую выживаемость, мы вроде договорились, что будем делать индукционную химиотерапию, но метаанализ, а там было много пациентов, говорит нам, что на выживаемость-то мы не повлияем. Но не забываем, что у нас есть еще разные варианты воздействия. То есть мы орган хотим сохранить функцию, может быть, где-то здесь будет. Если мы посмотрим даже все исследования и соберем разные варианты терапии, например, начиная от ПФ и заканчивая ДЦФ, все равно ни на каком этапе не хотят расходиться графики, если мы говорим об общей выживаемости. Что получается? Преимущество сопутствующей, то есть одномоментной химиолучевой терапии в сравнении с только индукционной вроде как неоспоримо. Почему мы остаемся на идее? Давайте мы сначала начнем с химии, а потом, может быть, мы что-то сделаем другое. Если нам даже метаанализы говорят, давайте мы сделаем одномоментно. Хорошо, давайте идти дальше. Множество исследований. Я даже боюсь их упоминания. Боль всего. Но вы посмотрите, ни общая выживаемость, ни безрецидивная выживаемость, индукционная химиотерапия на них никак не может повлиять. Посмотрим, например, исследование парадигм. Что оно нам говорило? Опять, индукционная химиотерапия не увеличивает эффективность последующего лечения. Зачем? Мы ослабляем пациента и даем ему эту терапию. Может быть, это нужно делать не всем. Ведь именно парадигма тоже показала, что колоссальное количество осложнений, если мы боремся и даем просто химиотерапию. И фибрильные нетропинии. Я молчу уже о местных каких-то проявлениях и так далее. Вплоть до посчитали смерти, которые были, ну, каким-то образом, предположительно связаны с индукционной химиотерапией. Хорошо, идем дальше. Неодевантная химиотерапия, опять же, влияние. Может быть, мы можем режим изменить? Ну, хорошо, не влияем мы на общую выживаемость. Ну, может быть, мы сейчас поменяем ПФ или ТПФ, и это нам откроет какие-то перспективы. Может быть. И что нам показывает исследование ТАКС? А вы знаете, действительно, опять же, вот почему у нас ТПФ стоит и в наших, и АОР, и НССН рекомендациях. И если мы посмотрим, то в группе ТПФ общая выживаемость медиана составила 70 месяцев, а медиана общей выживаемости у ПФ 34. Ну, это вообще в два раза, да, тут даже не надо приводить какие-то графики, хотя они тоже разошлись. Хорошо, еще одно исследование, которое также ведет нас к этой мысли, где хотели сохранить гортань. Давайте посмотрим. Вот так выглядят графики, графики были до этого, так выглядят цифры. Если мы присмотримся, сейчас мы присмотримся, то мы увидим, что именно ТПФ будет влиять здесь хоть каким-то образом, но мы здесь, смотрите, к чему ведем. Общая выживаемость, локорегиональный контроль и свободное от заболеваний выживаемость, вроде как графики, если вы, ну, не знаю, насколько я вижу, что здесь, к сожалению, не очень видно хорошо, достоверно не расходится, ну, немножко, но вот что нам показало исследование. Мы сохраняем гортань, может быть, мы для этого тогда будем делать индукционную, может быть. Если мы посмотрим дальше, исследование РТОК, где смотрели лучевую, лучевую с индукцией, лучевую, одномоментную с химиотерапией. Что у них получилось? И опять же призываю вас приглядеться, если делают одномоментную терапию, это будет лучше. Таким образом, вопросы, что у нас остается? Влияет ли индукция? Индукция? Я абсолютно... Да. Здесь нет... Остаются у нас вопросы. Влияет ли индукционная химиотерапия на частоту объективного эффекта? Да. Мы даже органы кое-где сохраняем. Если влияет, можем ли увеличить число органосохраняющих операций? Можем. Коррелирует ли эффективность неодивантной химиотерапии с последующими отдаленными результатами? Да. Если у пациента работал неодивант, мы в последующем предполагаем, что у него будет работать и дальше. Остается вопрос. Улучшает ли предоперационная химиотерапия отдаленные результаты? На данный момент нету таких данных, чтобы вам сказать, вы знаете, да, мы поможем. И эти предпосылки, они все идут. Но если мы говорим только о химиотерапии, не о химиолучевом лечении, пока химиотерапия, может быть, и не нужна. Она за общие выжимания с ней борется. Именно поэтому с радиологами, вот вы помните, я вам показывала в самом начале, да, нужно и строить пирамидку. Таким образом, может быть, у нас есть какие-то еще варианты? Вот смотрите, у нас есть иммунотерапия. Это стандарт, допустим, для второй линии. А может быть, мы его дадим в первую линию? Может быть, мы дадим его в неодивант? Хорошо. Давайте посмотрим. Неодивант неволумаб. Если мы берем резектабельный, местно распространенный рак головы-шеи и делаем всего два введения неволумаба с последующим хирургическим лечением. И давайте посмотрим. И вы знаете, да, это предварительные, на небольшой группе пациентов доложены результаты. Но действительно есть уменьшение размеров опухоли. И отмечено оно перед операцией до 48%. Да, на небольшой группе, но на небольшой группе 50% тоже звучит очень так емко. Давайте посмотрим еще. Пембролизумаб при резектабельном раке головы и шеи. Одно введение пембролизумаба. И последующая, ну, единственное, при высоком риске еще дополняется стандартная терапия. Что получилось? Да, маленькая, да, предварительные данные, да, 10 пациентов. Но если у 8 из 10 пациентов мы видим патоморфологический ответ на одно введение. Да, ну, так может быть нам как-то менять и парадигмы, действительно. Ну, хорошо, пусть ТПФ с ПФом борются только за органы, сохраняющую операцию не влияет, но общий выжиматель может быть где-то здесь будет. Конечно, есть рецидивы. Но 1 к 5 это все-таки частота не очень большая. А патоморфологические ответы на пембролизумаб коррелируют с ответом. То есть и патоморфологически он будет за собой дальше тянуть и объективный ответ. Посмотрим еще. Есть еще исследования, несколько их идет. Как минимум. Резиктабельный рак головы шеи, клинически высокий риск, пембролизумаб одно введение, операция. И по что мы смотрим? Если очень кратко. Опять же, достигнуты патоморфологические ответы опухоли. Еще одно исследование взяли. И что мне интересно, почему на нем я постараюсь закончить, но все-таки сделаю акцент. Корреляция. Базовая экспрессия ПДЛ на опухолевых клетках с эффектом патоморфоза. Мы же все равно делаем биопсию. Что нам мешает определить и в последующем. Мы сохраним орган, функцию, повлияем на общую выживаемость. Поэтому, может быть, вы поверите не только в химиотерапию, но и в то, что иммунотерапия может сохранить орган и функцию. Иммунотерапия. Будем голосовать? Мне кажется, это вопрос, который нам должна будет задать Решеда Вахидовна через какое-то время. На голосование. Такое вот предложение. Будем голосовать? Это прикурс. Конечно. Нет, но это только неодевантный вариант. Нео-одевант. То есть определенное место. Конечно. Так мы же верите или не верите? Я думаю, что мы можем задать один вопрос. Уже, видимо, ушли. Да, нет, затрудняюсь ответить не знаю. А, вот они. Конечно, затрудняюсь. Потому что это то место, которое сейчас активно. Как в меланоме вчера, так и сегодня. Это изучается. Но мы же верю-не верю, почему бы нет. Поэтому на этом разрешите закончить. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok